Сегодня мы поговорим о меди. Со мной на линии для обсуждения этой темы главный консультант CRU Group. Кристин, какими показателями медь отличается в текущих рыночных условиях? Медь будет подвержена нисходящему давлению на рынке в течение последующих нескольких месяцев. Фундаментальные показатели указывают на довольно неплохое состояние рынка. Несмотря на слабый рост и значительное замедление экономики Китая, как и остальных стран мира, ценовые уровни фондов остаются относительно высокими. Тем не менее, мы считаем, что вскоре и этот показатель меди попадет под нисходящее давление, что станет одним из ключевых драйверов оценки этого сырья. Таким образом, дальнейший спад спроса, особенно со стороны Китая, самого крупного потребителя, увеличение затрат на производство, с чем производители неустанно борются, определит ценовые уровни поддержки. В условиях негативного сентимента по меди занимаются короткие позиции, поскольку инвесторы прогнозируют нисходящее движение цен. 2015 год выдался весьма неудачным для меди. Корнодобывающий сектор в настоящее время находится в очень бедственном положении и отчаянно нуждается в притоке капитала. Что вы прогнозируете по рынку меди в 2016 году? Мы считаем, что давление на это сырье продолжится. Первый квартал всегда отличался слабыми показателями. Одной из причин этому являются праздники в Китае, Новый год и весенний фестиваль. Но в этом году мы считаем, что меди будет находиться под давлением в течение всего года. В 2017 году мы также прогнозируем дальнейшее снижение цен. Как я отметила, в начале беседы фундаментальные показатели не выглядят плохо. Какой-то профицит все же фиксировался. На рынок выходят новые игроки, новые горнодобывающие компании, особенно в Перу. Этот сектор там стремительно развивается. Новые шахты поддерживают уровень предложения на рынке. Таким образом, профицит в поставках растет, что оказывает нисходящее давление на цену. Какие индикаторы стоит особенно отметить в плане их влияния на сектор меди в ближайшем будущем? Слабое состояние рынка меди будет вызвано низким индексом сентимента и посредственными фундаментальными показателями мировой экономики. Каждый раз, когда оглашается слабый экономический показатель, цена на медь снижается. Поэтому важную роль в оценке меди сыграют фундаментальные индикаторы экономики Китая и США. Также внимание будет обращено и на происходящее с долларом, поскольку его укрепление возлагает нисходящее давление на оценку меди. Сторона предложения плюс играет немаловажную роль. Если и дальше сектор будет расширяться, то нужно следить за производством обработанной меди, что потенциально также приведет к снижению цен на это сырье. Спасибо, Кристин, что были сегодня с нами. Дорогие зрители, оставайтесь в Докоскопе ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok